Виктор Олеговича Пелевина Виктор Олеговича Пелевина Виктор Олегович 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 за нас снова и снова. В самом деле мы одни, против нас весь мир, вот это самые стенки родового канала, который нас душит, по которому мы ползем дальше и дальше и вперед, для того, чтобы нас ждал впереди поцелуй любимой. Обычно же не ждет поцелуй любимой или по любому экшену, экшен разворачивается в одни костюмы. А почему ты не рассматриваешь это как своего рода просто торговля? Почему? Для того, чтобы заработать поцелуй красавицы, нужно сначала какую-то девиз заплатить, вот я не так рассматриваю, я не так рассматриваю, что речь идет не о поцелуе красавицы. Как раз экшены американские, они на том и основаны, что сначала ты работу делаешь, а потом ты получаешь свое награждение. Да, да, ну, понимаешь, работа, как бы, работа-то она своеобразная очень, это работа с риском для жизни, постоянной, когда ты один против всего мира, когда если бы речь шла об одном поцелуе красавицы, чтобы мне не нужен был вот этот странный сюжет. Тут еще есть, как бы, обывательское подход к делу, да? Пусть другие герои геройствуют, а я буду смотреть, когда они геройствуют. Ну, это тоже так, но тогда непонятно, зачем тебе это нужно, чего ты будешь на них смотреть. Ну, потому что все остальное, обывательское, ежедневно, ты с ним сталкиваешься, оно тебе не интересно, какие-то края, да, вот там, преступники какие-то, герои, патастрофы и прочее. То, что они встречаются каждый день. Почему-то не преступники, а не математики, ведь математики тоже с нами встречаются очень редко, но по математике посмотреть совершенно не интересно, как они сидят себе что-то доказывают. Почему-то есть, как там называется, фильм-то про сумасшедшего... Ну, это, и что, и что. Игорь Разума есть. И что из того? Там тоже такое. А это тоже есть, просто тут геройство, оно другое. Такая ситуация, но, по крайней мере, я... У меня уже все люди есть. Я не хочу обсуждать конкретно американские фильмы, Игорь Разума, и не Игорь Разума. Я хочу заметить, что в ситуации захваченности тоже не все так просто. В ситуации захваченности оказывается, что мы захвачены именно по таким, это чем-то, именно потому что в некотором символическом плане он предъявляет нам некие основоположные, основные структуры сознания. В том числе наше долгое, длительное путешествие по родовому каналу, которое для нас оказывается почему-то очень важно. Но, в самом деле, некоторые люди думают, что они живут, а на самом деле они снова и снова полудут по этому каналу. И вся их жизнь символически является символическим отражением вот этого своего первого, самого главного и самого стрессового путешествия. Но я хочу обратить внимание, что именно в таком ситуации, когда весь мир таким образом опоследован, когда наша внутренняя структура бессознательного опоследуется с нами, опоследуется в конкретном взятом художественном произведении, в каком-то фильме, в экшине, это тоже есть отношение с самим собой. Только это мне здесь и важно. Я хочу показать, что здесь для нас является что-то чисто важным. Ну, а теперь возвращаемся, значит, к Виктору Олеговичу Павелину. Он написал громадное, достаточное количество романов, и все они связаны той постаранной вещью, которую я буду называть деконструктивизмом. Ну, деконструкцией, точнее. Почему деконструкцией? Я почти ничего не знаю о Дериде. Я не уверен, что это к его термину имеет какое-то отношение. Я почти уверен, что к термину деконструкции, который в архитектуре проповедует Захар Хаддин, это тоже не имеет никакого отношения. Но я полагаю, что здесь именно этот термин оказывается полностью удачен. В чем состоит особенность мира, мировоззренческого мира Пелевина? Он состоит в том, что есть способы указания на то, что все, что происходит с нами, на самом деле является ненастоящим, недействительным, а существенным является то, что как бы наше отношение с ничторой и с непритием, то есть отношение как бы с самим собой. Потому что ничто никак иначе в мир нас не носится, только носится с самими собой. Я почти уверен, что Виктор Олегович Пелевин, как ни странно, еще все равно не относится к собственному дару. Нисколько не относится к собственному дару всерьез. Но тем не менее, отнестись к нему можно попытаться совершенно таким образом. Как строится, скажем, какой... В чем здесь противоречие, как бы... Противоречие с тем миром эстетики, который мы знаем? Ну, в самом деле мир Пелевина, он как бы фантастичен. Но это фантастичен принципиально другая, чем фантастичность фантастики. В самом деле, фантастика нас пытается умерить тот мир, который она рисует, что он типа настоящий. То есть, по большому счету, она нам предлагает другую версию реальности. В этом, кстати, и особенности фантастики. Ну, разные фантастики. Ну, обычно фантастика... И science fiction, ты говоришь, такова. И не обязательно science fiction, и фэнтези. И фэнтези тоже. Почему нет? Фэнтези в смысле Толкина, да? Да, фэнтези в смысле Толкина она тоже нам предлагает другую версию реальности. Она предлагает нам другой мир. Почему я говорю о премьере, как о ситуации деконструкции? Потому что она-то как раз показывает, что любой мир ненастоящий. Что он единственный действительный. Ну, в самом деле, в чапае это простота. Мы видим совершенно правильные рассуждения о том, что пространство и время являются как бы аплёрными формами внутреннего внешнего чувства. Из этого следует одной простой вещь, что в каком-то смысле мы можем иметь дело с отношением... Ну, грубо говоря, в переменском сюжете это состоит в том, что главный герой может путешествовать между различными отрезками жизни и мира, разнесённые между собой десятилетиями и даже веками. И так далее. Здесь состоит именно художественная... Откуда возникает художественная ситуация? А потому что всё, что происходит, оно как бы у нас оказывается не настоящее. Перемьерем прямо противопоставить фантастики. Если фантастика происходящая всегда пытается выдать за действительность, и в этом смысле фантастика почему-то всегда складывается ощущение о дебильности фантастики. Вот почему как фантастика дебильна по определению? Ну, Пушкин говорит, что проэзия, господи, прости, должна быть глуповато. Проэзия должна быть глуповато, а фантастика почему-то дебилевато. Хотя на самом деле люди, которые пишут фантастику, ни в коем случае не являются дебилами, они являются очень умными и продвинутыми людьми. А в этом и состоит в их... дебильность состоит в их странной серьёзности. Эта странная серьёзность проистекает из того странного обстоятельства, что они пытаются свою недействительность придать статус реальности. И это смешно, это по-настоящему. И это оказывается... то есть каждая настоящая фантастика, поэтому несёт... А почему не понимать это как проектность? Ну, допустим, те же самые Стругацкие. Ну. А попытались как бы спроектировать, что может быть в будущем, если... Это да, это как проектность. Но проектность... Но это же не дебильность, это просто проектность. И они и умницы, кто же их говорит-то. Но тем не менее... Или Азик Азимов, да, опять же, про роботов. Тоже, это всё правильно. Зато заходы робототехники они. Это правильно, но мы испытываем ситуацию, почему их интересно читать. Их интересно читать не потому, что они проектные. Ну, не знаю, но мне всегда было интересно как раз, может быть, с помощью этих... Состоит, состоит. Состоит ситуация не потому, что они проектные интересные читать. А интересно их читать, потому что это фантастика. У него, у того же Азика Азимова есть куча произведений, которые читать достаточно сложно. Как и у Стругацких есть достаточно отвратительные вещи. Вообще у Стругацких, например, слабо художественные авторы. Очень слабо художественные. Ну, это как бы литература очень низкого, как литература очень низкого, как бы, качества. Просто здесь ещё скрывается другая мысль, опять же, с переменами связанная. Не является ли это просто способом эпатировать публику? Понимаешь, вот есть некое, как бы, понимание того, что представляет собой фантастику, или понимание того, что представляет собой литературное произведение, и ожидание от него. И вот каждый раз, как бы, удивлять читателя, удивлять его неожиданной поворотой. Это своего рода способ тоже писать, да? Как она так исти удивляет эту стиху. Это сюжет. Ты просто говоришь о том, как строить человек сюжет. А вот он... Нет, поэтому в этом нет какой-то намеренности. Вот они настоящести. Вот они настоящести. Вот я говорю, что под Чапаев пустота. Там главный персонаж путешествует, грубо говоря, между разными реальностями. Между одним и другом, при этом сохраняя себя как персонаж. Мы с ним путешествуем. Мы просто знаем Пилеина, что он ездил в корейский монастырь и там медитировал. Скорее просто речь идет о том, что он буддийское представление о пустоте пытается применить. Да, конечно, представление чисто буддийское. А ты начал говорить про кантовское представление. То, что пространство времени с чистой формой это чувствует. Да, да. То есть ты в этом смысле над ними и власть им, безусловно, да? Пилеин говорит еще один шаг, что я над ними в каком-то смысле. Правильно. Это означает, что он Канта не понимает. Понимаешь, что то, что у Канта все-таки... Это не кантовское представление. Но ты же высказал как кантовское. Это не кантовское представление. То, что он рассказывает, это не кантовское представление. Это буддийское представление, что в буддизме можно достигнуть некого уровня. Хорошо. А я возвращаюсь опять к Пилеину. И вот эта ситуация, она та же самая. Вот даже в одном из самых неудачных произведений Пилеи, например, граффити, посвященную Льву Николаевичу Толстому, там есть персонаж, который мечется по роману, но которого выясняется, что он сам является персонажем. Его банда литераторов, она именно банда. Она его описывает. Именно банда есть один человек-корректор, один отвечает за любовные сцены, один за юмор, один за экшен и так далее. Под конец вам выясняется в этой самой ситуации, что он тоже в ситуации писать эту банду. Непонятно что. То есть у тебя нету как таковой действительности. Нельзя же сказать, что у тебя нет действительности просто так. Он ее именно разрушает, деконструирует. У тебя возникает чистое отношение с самим собой, как с неким небытием. Чапаев и пустота. Пустота это фамилия, разумеется, Петьки. В том числе это и пустота. Или одно из моих любимых произведений у Пилеиина, это коровление крокодила Хоффа. Я его читал раз в тридцать, и всякий раз, и после концов испытываю ощущение наслаждения. Сюжет. Я надеюсь, что все читали, я его не использую. Сюжет. Гейша. В базе мини-олигарх, каратист-охранник. И вот посмотреть среди тумана на некого человека, который показывает удивительные фокусы. Но эти удивительные фокусы Пахо показывает. Выясняется, что он обманут постоянные их ожидания. Ну, например, он должен разбить молотком часы, а потом показать их ногу. Он их реально разбивает, но их не показывает. Но после этого он им все-таки показывает самый главный фокус. Самый главный фокус состоит в том, что они попали, на самом деле, когда ехали в этом тумане, попали в аварию. Их уже нет давно в живых. И в пруде рядом, при тех рабочих, которые не выполняют норму построительства пирамиды Хоффу, то есть пирамиды Хеопса, живет страшный крокодил, который дает им, которому они выполняющих норму скармливают живыми. И туман, слышен звук Хошка, и они понимают, что в настоящий момент им надо бежать, потому что они должны к утренней поверьке попасть вовремя. А третий гудок, третий звук Хошка, означает неминуемую смерть. То есть кормление крокодила Хоффу. Таким образом. Здесь опять любимая пирамидская тема. Вот эти наши три уровня, то есть живых, мертвых, этого удивительного фокусника, который только делает все трое в мир. На самом деле, они сталкиваются с демиуром. Там точно так же. И то, что они, находясь в каких-то своих определенностях, олигарха, они умницы, каждая из них, каратисты, вот эти гейши и так далее, оказываются ровно на одном уровне с рабочими, которые строят эту самую странную пирамиду. И вот это постоянное перетекание одного из другого, оно превращает в то, что я называю деконструкцией Пелевина. Его задача состоит в том, чтобы раскрыть между собой некое чистое отношение или чистое небытие. Ему это удается блестяще. Практически в любом романе это его главная и постоянная существующая тема. Именно эта ясность и проясненность эстетики делают Виктора Олеговича Пелевина крупнейшим современным писателем и писателем, хоть и по-другому, равным по своему масштабу Достоевскому Толстому. Я хотел бы не сомневаться заразу и сослаться на Захар Мазок который сказал, что писателя отличают от философа тем, что писатель сначала что-то пишет а потом понимает о чем он написал. Сам читает свое произведение и смысл который в нем есть он точно так же как и другие читатели понимают. А философ состоит в том, что сначала у него есть некая мысль у него сначала есть некий план и схема а потом он эту схему просто воплощает в слова. Вот это существенное различие между писателями и философом. То, что ты рассказал Пелевин никакой не писатель. И сравнивать его с Достоевским и Толстым которые были все-таки писателями это просто неправильно. Потому что то, что ты рассказываешь что Пелевин это своего рода современный философ который пытается какой-то там свои идеи им понят как-то там буддизм или еще что-то там еще другие идеи воплотить в слова оформить художество. Но это и есть то самое что мы не называем писательством. Я как раз взял для этого пример Розаин-хормозок. Потому что ты рассказываешь и еще что интересно когда ты рассказываешь о Пелевине и сказать действительно нечего. Ну и что можно сказать о произведении таком произведении как писать как Чапапи пустота. Ничего нельзя сказать. Но есть некая пустота. Ну это глубокомысленная вещь конечно буддизм о нем высказывает что на самом деле есть не то что мы видим вокруг а вот некая пустота. Ну и что? Для этого надо написать целое произведение чтобы это высказать. Ну или там точно так же про то что ты говоришь что там какая-то деконструкция. Ну вообще как говоря вся современная литература если так можно выразиться вся современная философия вообще под этим знаком находится. Хайдегер говорит о некой десктурции где ряда говорит о деконструкции и вообще говоря вся наша вся постмодельническая или там постклассическая философия она находится под этим знамением. И ничего тут особенного в отдельно взятом каком-то пелеве я не нахожу. Все этим занимаются. И причем вот это вот смешение всякого рода контекстов да там пирамиды какие-то там хоу там да там какой-то каратист и прочий олигарх вот гейш еще к тому же да как бы еще другая сила. Ну с вами не гейш просто девушка не важно важно что вот это вот все смешение это опять же просто некого рода стиль стиль который подразумевает что наша культура достигла некого такого предела в котором все многообразие перемешано все контексты как бы они выпали в некого рода единый контекст и можно теперь уже играть многообразными рода культурными определенности тут тоже ничего такого нет опять же это просто стандартно безусловно не гая просто так мне кажется что вы глубоко копаете может быть действительно проще связано с тем что он этим подростковым произведением пытается пытается рассказать свой просто опытники которые он получил там не знаю будучи там где-то правильно медитирует просто все это перемещение во времени и так далее это вот он словами пытается передать то что он ощудил и хочет чтобы читали когда читал сам стал стал столом и прочувствовал то что он прочувствовал сам именно не проанализировал произведение а именно стал произведением и понял произведение не с точки зрения слов а с точки зрения общего этого самого нет я имею ввиду что есть стол ты можешь отличать себя от стола ты можешь стать столом читая произведение Пелевна если ты становишься если ты становишься в само произведение погружаешься захвачен произведением становишься то есть Пелевен считает что он достиг своей цели что он тебе смог передать если ты захватился произведением если ты этим произведением не захватился и ты отвечаешь и анализируешь его то для тебя он просто некий текст ничего интересного из себя не представляющий какие-то люди там куда-то ходят перемещаются во время ничего интересного никакого смысла пока ты не становишься захвачен мне кажется что ты прав знаешь в каком контексте то что Пелевен передает свой опыт я к сожалению Пелевен я не читал я начал читать потом мне стало неинтересно но зато мне там стало понятно откуда все эти ходьми растут никакая не буддистская психология нажался чек грибов попробовал ЛСД и то что ты сейчас описываешь это переживание как раз этого опыта это моя точка зрения но самое главное пожалуй надо посмотреть на это с другой стороны почему тебя это захватывает и меня не захватывает смотри известен же факт что например смотрят люди Дом 2 я не смотрю а ты не смотришь а ты смотришь не я тоже не смотрю да есть люди которые смотрят но есть огромное количество людей которых захватывает это Домфа а тебя захватывает плеви спрашивается есть ли что-то общее между ним и тобой ну я так утверждаю что у них захваченность а у меня деконструкция вот а есть у тебя умные слова или так просто нет я просто думаю что у каждого есть свое нерешенное психологическое проблему которое решает либо решается либо затрагивается когда ты это смотришь или читаешь ну то есть один глину потому что у него у него не позволит Дом-дом потому что у этой проблемы нет когда ты рассказывал про родовой канал ты рассказывал только про одну проблему психологической психики конечно их на самом деле очень много их можно конечно свести либо к сексуальности как пытался сделать Фрейд либо к родовому каналу как рассказал ты но на самом деле есть разные теории например в Кештаде там 4 есть способы срыва контакта и поэтому 4 разных таких проблем возникает ну и так далее а здесь получается что Дом-два люди смотрят почему они их захватывают и не смотрят сразу в раз там же очень простой сюжет и у людей реально возникают такие же проблемы в жизни и там показывают способ который кажется что решает эти проблемы а на самом деле он приводит к тому что проблемы вообще не решаются но это начинает зацикливать в ситуации похоже ты тоже зацикливался в какой-то штуке и именно поэтому тебе нравится перечитывать произведение потому что из того что ты рассказал я бы читая такое произведение испытывал очень негативные эмоции ну потому что у меня есть очень негативный опыт но вот именно таких переживаний которых он описывает а ты эти ну а для тебя у тебя есть возможно какой-то негативный опыт жизни и читая это произведение ты выскакиваешь из этого негатива как тебе кажется но потом ты же опять зацикливаешься ну то есть опять в своих психологического то что я на одном примере одного канала описал то есть такое примерное наверное так я не знаю же я просто это понимаешь я не читал это произведение поэтому Достоевского как великого писателя не существует нет я просто хочу сказать что Пелевин Достоевский но их нельзя так вот совсем уж сравнивать Достоевский бабушку не убивал не убивал а когда он убил бабушку нет А Пелевин А Пелевин пополнил А Пелевин через этот туман прошел и эту пустоту пережил и то что Володя говорит скорее всего это ну правда потому что но это описание настолько ограничено что с точки зрения Булата как философии оно реально неинтересно и я понимаю что оно неинтересно но мы ищем условия художественности мы ищем условия художественности я настаиваю что философы могут писать что как угодно а реально вот такое деконструирование можно пережить только в определенном художественном произведении нельзя сказать ах вот там пустота и там пустота и там пустота но можно пережить вот только вот таким специальным построением которое нам Белевина демонстрирует очень часто но наслаждение мне кажется можно сравнивать по нему можно говорить в разных аспектах например наслаждение как то что ты говоришь компенсация чего-то как жажда это одно а другое дело наслаждение это как некое восприятие мира когда я смотрю на картину и наслаждаюсь хотя у меня вроде этого голода нету а может быть еще что-то большее например для меня большая степень наслаждения это наслаждаться тем что я живу дышу и сижу здесь с вами например есть наслаждение как наслаждение не привязанное к чему есть наслаждение как результат отсутствия чего-либо вот поэтому но вот к сожалению вот если Достоевского мы уберем то это вот второй тип наслаждения а если мы берем Пелевина и тебя а тут надо рассматривать обязательно связку ты и Пелевин в моем общем это тогда у тебя там про первый тип что-то то есть то что не хватает чего-то я какую-то психологическую проблему решаю благодаря произведению компенсируешь не решаешь пелевин это такой дом-2 для таких как я ну я думаю что да тут ты прав а Глубусал кто написал Сорокин ну просто если брать опять же Пелевина а давайте спросим Булат ты читал Пелевина вот еще все произведения ну вот скажи а про крокодила ты не читал про крокодила я не читал ну скажи мне твои твои вот эти ощущения я могу сказать что есть Сорокин чем как бы интересны произведения не Сорокин да просто для того чтобы сравнить его что-то с Пелевиным да вот надо видимо все-таки не Достоевского брата и Толстого а брать Сорокина который ближе ему падал так вот Сорокин по моему пониманию это просто чистый эпатаж да это вот может было бы выразиться так что мы не привыкли к культурной речи материться и мы материмся там где-то там узком пробу там лиц с которым мы близки и своего рода вот просто Сорокин проделывает с нами считательным именно тот эффект что мы привыкли к литературе относиться или тут может быть немного даже правильно говоришь что серьезно мы привыкли вычитывать некие серьезные мысли выраженные в каких-то красивых возвышенных словах и вдруг мы читаем произведение и там сплошная грязь сплошные невозможно непредставимые сцены какой-то абсурд просто исключительно идет постоянно но читать интересно Сорокина не потому что там абсурд потому что абсурдно может каждый иногда думать и не потому что там какие-то грязные сцены а именно потому что он нам дает с одной стороны образец литературы и стиля высочайшего качества это высочайшее качество этой литературы описывается скажем на описание полового акта между Хрущевым и Сталином может быть можно и так интерпретировать я никакого чисто художественного ни наслаждения не получаю никакого стиля не вижу здесь я вижу только в некотором вроде некого конформизма вижу и попытку заработать или там как то что называется пропиариться потому что ничего другого и никак другим образом я понять такую литературу не могу я конечно понимаю что есть в постмодернизме понимание того что можно писать о чем угодно и можно смешивать стили можно смешивать различные роды горизонты все что угодно можно делать единственное что преследует какие то свои там внутренние смыслы внутреннее понимание чего-либо но нельзя делать это просто то что называется наваливая куча нельзя как бы испражняться на читателя просто такие книги это своего рода просто не упражнения а испражнения писателя писатель решил просто показать как можно испражняться о голубом стаде это о голубом стаде теперь как бы про Пелевина у Пелевина на самом деле он понял я так подозреваю может быть я не прав я просто рассказываю свое мнение что он понял что вот такая тема когда ты ипотируешь читателя некого рода невозможностями то что невозможно в литературном классическом произведении некоторого рода опять же выстроенности у нас есть некие образцы допустим Толстой граф Т вот он Толстой и то что с ним там происходит это просто нечто невозможное это просто похабщина это что-то подобное Хармсу но только с многообразным как бы как бы передергиванием бесконечно бесконечно опошленный Хармс потому что и Хармс был в своем роду пошлый а это пошлость как вода ну то есть просто Пелевина это пошлят да так вот на чем работает человек как бы что есть некие культурные знаки культурные ценности если можно так сказать некие можно сказать культурные стандарты человек пытается их разрушать и условия деконструкции правильно звучит что мы представляем себе Толстого как какой-то моралиста да Толстой у нас представление о том что он попытался как бы восстановить справедливость отношения к крестьям занимался крестьям создавал некий некий да дело не в этом что он создавал что классический образец что у Толстой представляется неким разумным персонажем то есть в его поведении присутствует вот это вот великовечное стремление человека к цельности пусть даже с определенного рода отклонениями человека несовершенно но тем не менее а теперь у нас Толстой в произведении представляет собой что такое он развалился на многообразии людей которые его описывают самого убийц такого как бы нет есть просто многообразие вот этих вот как бы контекстов которых он существует там, один пишет экшн там, другой пишет не знаю там, жизнь там, третий пишет там сексуальные какие-то моменты да то есть он существует только постольку como since А каждый контекст диктует некую свою логику. Спекулирует личностью Толстого. Спекулирует это ладно, если бы это было талантливо и здесь была бы некая идея, можно было бы проспекулировать. Вопрос просто идет о том, что теряется наша ценность, могло бы состояться некое событие, если бы осталась идентичность культурная, некий образ Толстого, правильный, логичный, который мы знаем из истории. Из истории, из литературы. Вот если бы он сохранялся во всех этих контекстах, несмотря на сами контексты, тогда мог бы состояться некий катарсис. Но ведь происходит что? Контексты полностью поглощают персонаж. И графа Толстого-то нет. Есть просто некий символический персонаж, который принимает на себя имя Толстого. Он уже называется так, граф-то. На всякий случай, как бы, самого даже имя Толстого, оно не высказано полностью. То есть, есть какая-то здесь, как бы, скромность. Да, и мягко говоря. Но, тем не менее, что не достигается катарсиса из-за того, что фактически это можно понимать просто, как ты говоришь, оболганность Толстого. Идея хорошая с точки зрения логики постмодернистской, но на самом деле исполнена скверно. То есть, она не состоялась. Потому что катарсис должен сохранять то, о чем высказывается иным способом. Он должен сохранять и то, что было, и то, о чем говорится, и то, что говорится новым. Всегда, всякий раз новое должно быть высказано тем способом, что старое не должно никуда исчезнуть. И деконструкция, она занимается, должна тем, что старое должно остаться старым. То есть, деконструкция входит в материал. Она его разлагает, да, и как бы конструирует заново. Но сам-то Толстой должен здесь остаться. Не пародия Толстого, не имя какое-то пустое, да, не символ, а сам он должен остаться. Его-то здесь нет. И вот в этом смысле я считаю, что в этом и состоит пошлость. То есть, пользуется просто только одно имя. Я-то как раз полагаю, что наоборот, что у нас цель состоит в отношении с самим собой, как с небытием, как с ничто. Вот в этом смысле цель, как бы, деконструкция. Именно что граф АТ, он исходится к одной простой руке, пишущей в сферическом блокове. Ну вот так. Но это вот опять одна и та же мысль. Ладно, я вам подумаю, я вам расскажу. То есть, пока то, что это тоже имеется с антурлёрного психологического проблемы? Нет. Ну, психологические проблемы, да. Но это, опять, это, как называется в простонародье трип. Ты всё как бы сводишь... Да нет, а понимаешь, вот вы рассказываете мне, я не читал его, но все вот эти вещи, они один и тот же трип, 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 трип. Чем он характеризуется? Ты оказываешься в ситуации человека, который понимает, что он может создавать некое пространство, и что он и есть это пространство. Но, к сожалению, он замыкается в чем? Чтобы он не создавал, какое бы он пространство не создавал, он понимает, что это он сам. Это как тот самый сон, когда ты понимаешь, что все персонажи — это ты. Когда они говорят то, что ты думаешь. И ты получаешь, попадаешь в страшную ситуацию, на самом деле, что ты одинок. Это тема одиночества. Знаешь, что мы пытаемся к литературному производению подойти как некой автобиографии писателя. А это неправильно. Ну, понимаешь, у меня слишком... Вот, подожди. А дело в самом произведении. Давайте возьмем какого-нибудь классического писателя. Любовь. У него что, зацикливание есть? У него все произведения... Какое-то одно другого? Нет. Нет. Он все время только про себя рассказывает? Нет. Он как-то видит других людей, там как-то их описывает. Причем описывает такие полноценные портреты. Но вы мне сейчас рассказываете, что Пелевин на самом деле все время одну и ту же фигню пишет. Только в разных контекстах. Ну, так я могу показать, что и у Достоевского, по сути, один и тот же сюжет, по другой. Ну, и tries. Только Достоевский, чтобы он здоровым человеком. Ну на чьолося. Ну, давайте, да, все-таки. А возьмем сказки Андерсона все время. Литературные произведения. Андерссон был очень больным человеком. А его сказки все очень болезненные. С техно-технической точки зрения, да. Игорь, на самом деле, мне показалось немножко, был неправ, когда пытался подойти к литературе с техно-технической точки зрения. На самом деле, литературное произведение является самоценным, и имеет отношение к автору вторичные. Но, тем не менее, есть хорошие литературные произведения, а есть плохие. В плохих произведениях литературных много автора, очень много. А в хороших произведениях автора мало. То есть, автор, вот так, если, чем мы любим произведения Достоевского? За то, что его персонажи, они как живые, да, что вот почти нету автора, да, вот нету этого власти. Персонаж Толстого, который никогда не читал из Толстого, говорит, что все остальные писатели писали из головы, а Толстой писал прямо из жизни. У него персонажи как живые. Вот, смотрите, но есть и очень интересный факт. Психологи же говорят, ну, по крайней мере, то, что я слышал, что возьмем просто, например, Дюма. Да. Берем, кортонент Ревушкетера. Да. Он описывает квадровые отношения и описывает таких людей, которые современные отекологи говорят, что это именно те четыре типа человека, которые дополняют друг друга, вот когда они в четверо. Бывает, когда пара дополняет, а бывает, когда четверка. И он очень чутко описал это все. Это просто четыре температуры. Да, но они дополняющие друг друга. Но, смотрите, нельзя же сказать, что в одном человеке все четыре эти части существуют. Скорее всего, нет. Он не реализировал каждого конкретно. Нет. А четверо составляет одно целое. Подождите, он настолько понимал людей и настолько воспринимал мир, и настолько был наблюдательным, что он мог это описать без особых психологических знаний. В принципе, это возможно. Если человек умеет наблюдать и очень четко запоминает детали и видит мелочи. Что Беремен подметил за людьми? Расскажите мне. Что он описал, а у него нет людей. У него только есть абстракции и мысли, которые выражены. Люди это только некий, так сказать, антура. Нет, у него действительно все главные герои похожи тут на друга, а еще больше тут на друга похожи все главные герои. А с другой стороны... С другой стороны... Да. Пойдем, че, пойдем? Подожди, подписываем. Ну ладно, давайте закончим. А что закончим? Ну все. Я тут уже зашел, сейчас хотим. В следующий раз. Да, не, не, ну давайте про Беремен уже... Я сейчас все выскажу. Ну пусть сходит, че. Не, ну ладно, скажи. Я могу просто вырезать это, иди сходи. Я Беремен не люблю, да. И прочитав одно его произведение, и немного полистав другие, я просто понял, что это совершенно как бы не мой писатель. Что ты прочитал все? И мое мнение, что он именно плохой литератор. Может он какой угодно там философ, там. Разные философы бывают, да. Но литератор он плохой. Неинтересный совершенно. И его как... Всегда вот... Почему в литературном произведении неинтересно читать? Ну потому что вот есть некая намеренность, да. Вот вся города... Ну мне, например, даже иногда Толстого не нравится в этом отношении. Вот когда есть какая-то предварительная намеренность, когда человек пытается что-то тебе внушить, какую-то мысль там донести, или вообще что-то, имеет какую-то цель, да. То во всем этом пропадает именно то, что хочется получить от литературы. Я могу читать, допустим, философское произведение и понимать прекрасно, что автор имеет в виду какую-то мысль донести. Но в этом и состоит, собственно... Философское произведение. А литературное произведение, оно должно было быть другим, по идее. И эта другость его состоит в том, что она должна выражать нечто большее, чем просто какую-то схему. То, что называется... Вот есть мысль, да, есть всякого рода схематичность, а есть то, что мы относим к категории красота. Вот должна быть вот эта вот некая красота, да. Вот должна быть некая вот эта вот... Либо возвышенность, да. Должно быть нечто, что не сводимо от мысли. Подожди, но такая красота, это мысль, это донесение? Нет, красота — это не мысль. И возвышенная — это тоже не мысль. А вот это некие чувства, да. Должны затрагиваться чувства. А когда возникает только чистый голос схематизм, и кроме этого голос схематизма ничего не вычитывается, то просто неинтересно такие вещи читать скучно. Для этого можно взять обыкновенно какое-нибудь серьезное произведение философское и читать. Для этого не нужна литература. И литература тем плоха, когда она пытается философствовать. Литература, которая пытается быть философской, она всегда оказывается плохой. Она всегда не дотягивает до звания литературным произведениям. Поэтому настоящая художественность, пускай она хочет нам донести некую мораль, но если она настоящая художественность, то она остается в рамках наших чувств. Мы как-то что-то переживаем, мы сочувствуем, что-то в нас затрагивается помимо нашего мышления. Потому что мышление всегда остается холодным. Холодным. Оно, как мы говорим, холодный разум всегда. А вся наша теплота, вся наша близость и летальность, вся наша некая человечность, она окоренится в чувствах. И литература, и вообще искусство, оно должно именно чувства затрагивать. И когда Аристотель говорит о катарсисе, он имеет в виду, что театр затрагивает наши чувства. В театре должен происходить этот катарсис. А мышление, оно не участвует в этом катарсисе. Это что-то подобное. Оно приводит все равно к чувству. Нет, естественно, мы что-то понимаем. Понятное дело, когда мы читаем литературные произведения, мышление здесь тоже участвует. Но на самом деле, всегда искусство нацелено на чувства. И чувства всегда здесь главные. И какие чувства в нас вызывает произведение Пелемия? Во мне только отвращение. Зачем я буду читать произведение, или, допустим, того же Сорокина? Только отвращение. И здесь связано не только с моральными какими-то вещами. Я же, в конце концов, этого Сорокина, ради того, чтобы просто осилить этот род литературы, это читал до конца. Ничего, кроме отвращения, у меня просто первый раз, когда я такую литературу читал, будет любопытство. Как это можно так писать? Я думал, может быть, где-то в каком-то месте я вдруг увижу нечто, что оправдает все эти потуги, весь этот эпатаж, все это оголтелось. Я думал, что-то такое вдруг обнаружится. Знаете, вот есть фильм «Особенности национальной охоты». И там просто фильм про пьянку. И если бы там не было вот этих эпизодиков, связанных с тем, как участник фильмов вспоминает о том, как это все происходило в царской России, как это все было красиво, в садике, как это различного рода порядок, и прочее, и прочее. Вот если бы этого не было, то фильмы просто, был бы обыкновенный фильм про пьянку. И все остальные там особенности национальные, там, рыбалки и прочее, они просто фильмы про пьянку. Это уже не интересно смотреть. Но вот во всем, в этом фильме вот эта изюминка присутствовала. Я вот думал, что и в произведении Сорокина тоже она есть. Но ее нет. Не считайте ее отвратительной. Вот опять по Сорокину. И точно так же про Пелевина та же самая отвратительность. Единственное, что могу сказать, что все-таки произведение, вот его первое, да, «Прощипаю в пустоту», в этой отвратительности там такой нет. Там просто как бы какое-то нейтральное, достаточно скучное, достаточно как бы, там, убогое произведение, там, среднего руки литератора, там, ни о чем. Простая какая-то мысль там разжевывается, там. Ну, есть какие-то, может быть, отдельные находки, там, экскрементные, там, типа, там, блинного пулемета, ну, не знаю. Позволишь я, ну, так со стороны, вот как я слышал, что я слышал. Все-таки смотри, мысли и чувства же, они всегда связаны между собой. И для некоторых людей одни мысли вызывают сильные, более сильные чувства, а для других людей другие мысли вызывают более сильные чувства. Например, когда ты думаешь о чем-то возвышенном, это наполняет тебя чувствами. А для кого-то очень сильные чувства про пошлость. Пошлость, мысли о пошлости вызывают сильные чувства. Еще более сильные, чем у тебя, вызывает что-то возвышенное. Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, ну, нельзя говорить о бессмысленности всяких произведений. Там смысл в чем? Он очень тонкий для тебя, и он не такой прямой. И именно через это у тебя усиливаются чувства. А, например, для некоторых людей нужен прямой смысл, чтобы у них были сильные чувства. Ну, например, вы знаете, я все время, когда смотрел по телевизору то, что происходит в Москве на этих, на всяких вот показывают там спектакли, юмористы, там еще что-то, и люди смеются над какой-то пошлостью, да? Вот там вступают юмористы, и все хе-хе-хе-хе, и ха-ха-ха. И вот этот вот громкий зал, смех зала, я думал, что его, знаете, включает искусственно. То есть люди сидят, им скучно, а мне было скучно, если бы делать, то пошли, мне было неинтересно. Я думал, вот, а тут включили на полную колотуху, ну, чтобы, типа, другие знали, в каком месте смеяться. Но однажды я попал в Москве на спектакль «Морчонки». Мы там с приятелем были в командировке, и как раз был жуткий мороз, и 4 часа шел спектакль, нам до поезда было, 4 часа до Питера. И что вы думаете? Мы сели на спектакль, и актеры играли очень интересно. И вот там, где был интересный, вот тонкий вот этот юмор, который надо было допереть до него, да, вот это тонкое место, хохотали, взяли только мы вдвоем. Остальные сидели. Зато, когда Иван Ченкин подсел к старику на краешек скамейки, а старик ему сказал, да че ты, блин, садись полной жопой, в зале раздался дикий смех, вот как тот показывают по телевизору. И я увидел, что взрослые люди ржут реально, как подростки, которые там сидели, 12-летние. Понимаете, да? Вот это вот меня поразило. Но реально для них вот эта тонкая игра, то, от чего ты получаешь высокие чувства, она для них бессмысленна. У них мозг не допирает. Понимаешь, то есть, вот это вот твое мышление заставляет тебя испытывать нечувства, твой образ мысли. Если бы не этот образ мысли, ты бы тоже ничего не чувствовал. Потому что для других людей, ну там кто-то о чем-то переживает, кто-то там за что-то думает, да, вот в эти вот художественные произведения. А какой-нибудь рыботяга скажет, что за хрень, что вот об этом переживать, блин, он пожрать батум, а нарезать, блин, масло нам, вот это кайф, водочкой шахнуть, а вы тут херню какую-то сопли развели. Ну мне кажется, то есть к чему я веду, что вот эта чувственность, она связана с образом мышления, с твоим. Да связана, связана, я же ее не противопоставляю, и так вот у координат. Вообще, на самом деле, связь мышления и чувства, я думаю, что не так, все просто. Только наедем. А извини, а по этой ситуации у вас вознаграден их миром, все-таки, и как они связаны с другом, непонятно. И вот там по поводу этого самого, я так понимаю, что все крутятся вокруг того, что мы, что такое эстетика, что такое художественное наслаждение. Все, крутимся и вертимся, и мы так не можем понять, что же есть наслаждение художественное, а что же есть, так сказать, не знаю, какие-то животные чувства. Непонятно все-таки, так и не можем понять. То есть, есть в художественном произведении то, что не требует страдания, или оно самостоятельно, само по себе есть наслаждение художественное. Для чего оно зависит, является ли оно следствием захваченности произведениями, или оно является следствием холодного размышления, так сказать, абстрагирования от текста, от контекста, от смысла. Нет, все-таки, ребята, вы как бы завели разговор, почему-то начали разделять-то, и вопрос в разделении состоит в акцентуации. Просто есть философское произведение, и там считается, что не надо апеллировать к чувствам, а надо апеллировать к холодному разуму, к некой логике. Есть как бы литературные произведения, где наоборот, тебе же литературные произведения напишутся не для логики, да? Пришел, ушел, не будешь тебе объяснять. Ты же читаешь слова. Слова, где-то рассказывают, связанные друг с другом логикой. Вот каким образом эта логика вызывает у тебя чувства. Почему философское произведение, та же логика, не вызывает чувства? Подумчивственное произведение, та же логика, вызывает чувства. По понятиям, под запутку пошли. Потому что ты говорил про смысл произведения, есть какой-то смысл или нет, и говоришь теперь про логику. Смысл и логика – это две разные вещи. Еще раз говорю, я говорю не про смысл. Что наполнено смыслом или наполнено? Смысл, потому что чувства – это тоже своего рода смысл. Да, вот я прохожу, что чувственное произведение наполнено очень глубоким смыслом обычно. Да дело же не в этом, я скажу. Есть предварительная некая схема, которая потом воплощается в некие слова. Это один разговор. А другой разговор, когда есть цельное литературное произведение, в котором апеллируется именно, прежде всего, к чувствам, которые мы воспринимаем целиком. Ну, то есть, ты хочешь сказать про эти чувства, которые нельзя логично описать? Причем, если логично описать? Ну, человек же, все, что в мире присутствует, не жаль же свести к одной только голой логике. С точки зрения философской мы пытаемся это сделать, но, тем не менее, с точки зрения самой жизни, как она есть… Поэтому философия, наверное, тупиковая ветвь раздельная науки. Да дело не тупиковое, просто есть разные цели. Если, как бы, литературное произведение претендует на то, чтобы быть философским, то оно просто перестает быть литературным. Вот о чем я говорю. Зачем нам нужны, как бы, воплощенные голые схемы, не персонажи, которые представляют собой живых людей, а какие-то там, не знаю, схематические персонажи, да? Ну, Пелевина, они не схематические, очень даже живые, на самом деле, конечно. Слушайте, ну про Пелевина, блин, то самое. Хорошо. Достоевский-то так получается. А вы какие-нибудь философы делаете или так вот? Просто с художеством ставите. Ну можно на броне или на философском? Давайте вот тогда вот, чтобы нам разобраться, Влад, вот сейчас мы общаемся и закончим общение на чувственном уровне или на философском? Еще раз говорю, что вот чем отличает нормальный подход к какой-либо проблеме от подхода примитивного? Примитивный подход пытается различие просто развести и навсегда оставить их разведенным. Да. А в нормальном подходе разговор же не идет о том, и невозможно такие вещи развести. Как можно вообще в человеке развести разные способности так, чтобы их вообще в одном случае как бы одни использовались, а в другом другие? Такого вообще не бывает. Ни в обычной жизни, нигде. Вопрос идет о другом. Вопрос идет о порядке того, как отличаются или как строятся литературные произведения, как строятся и чем отличаются философские произведения. Философские произведения нацелены на то, чтобы донести некий философский смысл, некую логику, некоторую схему того, что хочет автор высказать. Литературное произведение другого рода. Оно пытается донести до нас или вызвать в нас некие сопереживания, некие чувства, в том числе и чувство возвышенного или чувство красоты. Другая нацелена. Позвольте, я поднимал руку. Влад, ты только что сейчас высказал противоречивую вещь самому себе. Сначала ты сказал, что нельзя разводить понятия одно и другое. И тут же развел два разных понятия. Ничего я не развел. Ну ты развел. Мы без литературные произведения все литературные произведения. Два палки, две, два палки. Тем не менее, эти концы у одной палки. Танца два, а палка одна. А философское произведение не может быть литературным? Я еще раз объясню. Не может быть. Не может быть. Не получается так. Сколько уже пытались, не получается. Но тем не менее, во многих литературных произведениях можно усмотреть глубокий философский смысл. Можно. Но автор, когда его писал, не закладывал этот смысл. Стоп, подожди. Вот философский смысл и философское произведение, я так понимаю, у тебя имеют разное значение. Правильно я понимаю? Еще раз скажу. Я вообще пытаюсь высказаться какими-то этими компаниями. Бесконечно обыкновенными словами простую мысль. Мне больше всего поражает. Вот я всегда раздражаюсь на язык за то, что он без помощи. Простое различие надо высказывать. Целую часть сидеть, его мурыжить. Простое различие. Есть полю смысла, есть полю чувства. Они различаются. И соответственно, различаются точно так же произведения. Клевинар не имеет никакого отношения уже. Клевинар не имеет никакого отношения уже. ... ... ...